Тем временем трое из пятерых школьников, которых на авто сбил подросток в селе Наренколь, находятся в реанимации. Их накануне экстренно доставили в детскую больницу Алматинской области. У пациентов врачи диагностировали повреждения конечности легких и головы. Сам предполагаемый виновник аварии, которая произошла 21 сентября, сейчас находится под наблюдением психологов. Рустам Аралбаев выяснил новые подробности происшествия и спасения пострадавших. Пятерых школьников, их же знакомый, сбил среди бела дня. Подросток не справился с управлением и вылетел на тротуар. В тяжелом состоянии все они были доставлены в больницу. Еще одной девочке удалось избежать столкновения. В тот день подросток взял машину без спроса. По рассказу родных он поехал в магазин. Однако на этом пути ему встретился велосипедист. Попытавшись избежать столкновения, он резко вывернул руль налево. Именно в этот момент он и потерял управление, сбив нескольких девочек-подростков, возвращавшихся домой. Все случилось прямо здесь. И до сих пор остались следы фар, фрагменты, краски и шпаклевки корпуса и другие детали. По словам очевидцев, одна из девочек буквально осталась под колесами в момент ДТП. Медучреждения, куда доставили пострадавших, местами больше похожи на руины. Однако другого в селе просто нет. Здесь школьницам оказали первую помощь и стабилизировали их состояние. После чего отвезли в областную детскую клиническую больницу. Выяснилось, что доставить пострадавших можно было и с помощью авиации. Однако в местной больнице не предприняли для этого необходимых мер. Я была на работе, когда услышала, что мою дочь сбила машина. У меня все внутри перевернулось. Я приехала сюда. Мою девочку буквально доставали из-под машины. Других давно увезли в область. Моя дочка осталась последней. Ее состояние не позволяло перевозку. Она же на ИВЛ. Сейчас вот стабилизировали. Но у нас в районе дороги ужасные. Даже не знаю, как она будет 5-6 часов в машине. Нам удалось поговорить с дядей водителя-подростка. Оказалось, что мальчик сирота и воспитывается у родственников. В тот день он взял машину без спроса, чтобы купить спортивный инвентарь. Его дядя рассказал, что племянник дружил с пострадавшими девочками. Он шокирован произошедшим и искренне раскаивается. Как дядя Казбека и старший в семье, я хочу принести свои извинения всем пострадавшим и их родителям. Уверяю, что мы окажем всю посильную помощь. Слава Богу, что никто не погиб. Своего племянника я не оправдываю. Он готов понести наказание. Но я хочу, чтобы все знали, это просто случайность, подростковая ошибка. Он никому не желал зла. И он очень раскаивается. В детскую областную больницу тяжелых пациенток доставили в критическом состоянии. Врачи опасались за их жизнь, но сейчас их удалось стабилизировать. Три девушки в тяжелом состоянии. Сейчас они в отделении реанимации. Двоим из них сделали операции. Остальные в отделении травматологии. Их состояние более утешительное. Их родители здесь. Врачи постоянно беседуют с ними. Пострадавшая сильнее всего, 15-летняя Дамира, долгое время находилась на ИВЛ. Сейчас она может дышать самостоятельно. Впрочем, врачи пока не знают, когда девушек удастся выписать, так как риск для здоровья еще остается. Рустам Раубаев, Сарантем Унайтпасов, телеканал Алматы.